Расслабиться. Необычный совет дает психолог Мария Самодолова родителям, чьи дети в этом году впервые переступят порог школы. Отличные оценки, победы в различных конкурсах и олимпиадах – это не главное в жизни. Гораздо важнее любовь, привязанность и доверие между детьми и родителями. Ребенок, который знает, что его любят не за хорошее поведение и оценки, будет открыт миру и добьется успеха без принуждения. Прежде всего, родителям нужно задуматься, почему им самим важна школа. Как школа проходила у них, у самих, и что им именно важно, есть ли оценочная зависимость, или почему им важен успех ребенка. И будут ли они любить ребенка без этого успеха. Потому что обычно волнуются родители те, которым как раз успех очень необходим. Родителям в первую очередь нужно подумать о себе и попытаться решить проблему со своим внутренним состоянием. Счастливые дети всегда у счастливых родителей. Мама и папа нужны детям в первую очередь для того, чтобы открыть им двери в большой мир, подсказать направление. Если мы мир ощущаем как небезопасный, если мы боимся сами быть неуспешны, если мы не принимаем самих себя из-за любой какой-то ошибки своей, не даем себе самому сделать ошибку, то, конечно, ребенок будет также воспринимать мир. То есть решать проблему у себя прежде всего. Помимо внутреннего настроя родителя, Мария советует настроить и детей. В оставшиеся до школы дни уделите время, чтобы привезти ребенка к школе, показать ему, где он будет учиться. Вспомните, рассказать забавные истории из своей школьной жизни. Можно пообщаться с новыми одноклассниками. Классно будет, если большая часть из садика переходит в класс. Но можно договориться с родителями сейчас уже в общий чат, это легко сделать. И пообщаться уже в такой неформальной обстановке. Если родители сдружатся, дети тоже будут видеть, что они в добрых руках, в добром обществе. В любом случае чаще разговаривайте с своим ребенком. Обнимайте, хвалите его и обращайте внимание на успехи, а не на промахи. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр.